здравствуй аукцион компании киселев и ко состоится 30 апреля в этом видео я расскажу как цена банкноты зависит от ее состояния как англичане пытались подорвать российскую экономику выпуская поддельные банкноты также мы поговорим о редком займе выпущенном про германским правительством в беларуси в 1918 году все это в этом видео усаживайтесь поудобнее начинаем люди с разных уголков страны обращаются к нам за профессиональной помощью по продаже своих коллекций так основой аукциона стала одна сибирская коллекция сибирская коллекция вкусно интернет-аукционы за последние 10 лет набрали очень большую популярность ведь это выгодно как и для продавцов так и для покупателей благодаря конкурентной среде продавец может не беспокоиться о том что его предмет продаться дешево а покупатель может быть уверен что не купит необоснованно дорогой лот благодаря профессиональным компаниям аукционы становятся все более популярны и ассортимент рынка расширяется с каждым днем на мой взгляд это самый выгодный и удобный способ формирования своей коллекции и продажи предметов коллекционирования перейдем к обзору наших лотов ассигнация 25 рублей 1813 года на первый взгляд может показаться что она очень высоко оценена давайте разберемся как формируются цены на банкнот стоимость банкнот напрямую зависит от сохранности и этот тренд набирает все большую популярность коллекционирование цены на банкноты в разном состоянии могут отличаться на порядке так примеру банкнота в плохом состоянии стоящая тысячу рублей в хорошем может стоить 10 тысяч рублей а в превосходном цена может переходить на десятки тысяч рублей на графике приведен пример зависимости цены предмета от его состояния по вертикальной оси у нас расположена стоимость предмета в рублях по горизонтальной оси сохранность предмета по шкале шелдона мы видим экспоненциальную зависимость цены от качества безусловно для разных категорий банкнот эта зависимость может отличаться для банкнот государственных выпусков присущая максимальная зависимость цены от ее состояния местные частные выпуски тоже учитывают состояние но в меньшей мере на рисунке мы видим что голубым цветом обозначены банкноты государственных выпусков цены на них максимально зависит от состояния синим цветом у нас обозначены банкноты местных выпусков Они тоже зависят от состояния, но намного меньше, чем у банков государственных выпусков. Ну и в частных выпусках эта зависимость прослеживается наименьшим образом. Возвращаясь к нашей ассигнации, подлинные знаки этого типа всегда стоили от 5 до 10 тысяч долларов. При этом, если посмотреть проходы, они всегда встречаются в ветхом состоянии. Из 18 сохранившихся до наших дней ассигнаций, наша, представленная у нас на аукционе, возможно, одна из лучших. А возможно и самая лучшая. Какой должна быть ее цена, учитывая, что существует тренд на состояние? И это государственный выпуск. На мой взгляд, потенциальная стоимость этого предмета может доходить до нескольких десятков тысяч долларов. Поэтому, если разобраться, банкноты имеют огромный потенциал и выставленная цена очень привлекательная. Поговорим о подделках. Условно, подделки можно разделить на три большие группы. Первое. Подделки для коллекционеров. Они, как правило, выпускались в более позднее время от настоящих банкнот и не представляют исторической ценности. Вторая группа банкнот – это подделки в ущерб обращения, выпущенные частными лицами. Они бывают очень интересны и пользуются спросом среди коллекционеров. К сожалению, они не поддаются систематизации и не каталогизированы. Но в них можно найти что-то интересное. Эти подделки на любителя. Третья группа, самая важная и самая значительная – это подделки в ущерб обращения, выпущенные правительствами. Это самый интересный раздел подделок, имеющий максимальную ликвидность на рынке коллекционирования. Именно об этих подделках мы сегодня поговорим. В Российской империи было два случая государственных подделок. Это наполеоновские подделки и британские подделки Леона Варнерки. Поговорим о вторых. Подготовка и начало Крымской войны послужили отправной точкой для подрывной деятельности британской стороны. Леон Варнерки – поляк, противник российской самодержавной власти, мигрировал в Лондон. И там стал участником секретной группы, занимавшейся подделкой денежных знаков Российской империи. Качество подделок было поразительным для того времени. По сути, Варнерки создал первый цветной ксерокс на базе фотокамеры. Вся вторая половина XIX века прошла в противостоянии экспедиции заготовления государственных бумаг, ныне это госзнак, и британскими фальшивыми монетчиками. Качество подделок образца 1866 года было настолько высоким, что Государственный банк прекратил выпуск банкнот номиналом 50 рублей. Банкноты 50 рублей 1866 года до сих пор неизвестны ни в одном экземпляре. На нашем аукционе представлена высококлассная подделка того времени 50 рублей 1866 года. Учитывая историческую значимость этого предмета и полное отсутствие подлинных экземпляров этого выпуска, справедливо поставить этот предмет в ряд государственных банкнот Российской империи. Эксклюзивное предложение. Одна из лучших банкнот Российской империи, на мой взгляд. Редчайший предмет, свидетель Первой мировой войны, выигрышный заем Минского городского самоуправления 25 марок 1918 года. Поговорим о них. Наступление германской армии в Белоруссии носили захватнический характер и экспансионистские цели Кайзеровской Германии. Немцы пробирались через белорусские города к российской границе, чтобы вести войну с Россией. С разрешения главного командования 10-й немецкой армии в Минске был произведен выпуск выигрышных займов, номинированных в германских марках. Потрясающий, очень редкий предмет для самой лучшей коллекции. В нашем офисе вы можете не только забрать свои лоты, выпить вкусный кофе, но и также приобрести литературу по коллекционированию. Одна из новинок, которую хотел бы порекомендовать, это книга «Свадебный рубль». Это художественная книга, очень связанная с коллекционированием, написанная интересным автором из города Иваново. Рекомендую вам эту книжку. Желаю удачи на аукционе. Приходите к нам в гости, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока! 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 Пока!